Прежде чем рассказать о городе, мы покажем реку, на берегах которой он стоит. Вот она, Зея. По ней двигались из Сибири на кочах и стругах русские первопроходцы Василия Паяркова, открывшие Амур, и землицы, что и хлебны, и собольны. Город складывался на правом берегу реки. Дивные орнаменты украшают дома на улицах Старой Зеи. И по сей день живет искусство мастеровых русских людей, переселенцев из центральных областей России. В наши дни сюда, на север Преамурья, пришло новое поколение первопроходцев. В урочище Зейские ворота началось строительство первой дальневосточной гидростанции. Плотина уже сомкнула таежные хребты. Более 5 миллиардов киловатт-часов выработали действующие машины станции. На карте Дальнего Востока появилось первое рукотворное море. По этой голубой дороге сплавляют лес, доставляют грузы строителям БАМа, лесникам, охотникам, оленеводам. Вместе с гидростанцией рос и молодой спутник Старой Зеи, поселок строителей и энергетиков Светлый. Здесь торговый центр, гостиница Серебряный створ, школы, детские сады. Словом, город как город. Сейчас здесь штабы геологов, речников, изыскателей трассы БАМа. Воздушными мостами связана Зея с Благовещенском, Хабаровском, Читой, Иркутском. Через этот таежный город, отмечающий свое столетие, проходят маршруты сегодняшних первопроходцев, осваивающих богатство земли дальневосточной. Продолжение следует...